Меня спрашивают про эффективность интуитивного питания. В целом я ничего не имею против, но надо знать несколько вещей. Прежде всего, это то, что в природе мы никогда не питались одновременно жирами и углеводами. И в результате у нас нет внутреннего стопора на поглощение продуктов, в которых и то, и другое дано в больших объемах. То есть 50 на 50 жир и сахар. К этим продуктам относятся мороженое, пирожные, всяческие такие сладости, маслица есть, сахарный песочек собран и так далее. У вас просто нет стопора внутреннего биологического. Вы можете думать, что у вас интуиция поволокла, а на самом деле у вас просто тормозов нет. И потом отсутствие тормозов начинает отражаться на разных частях тела. Ну и кроме того, мы, конечно, зависим от привычек пищевых. И пищевые привычки у нас, если сформировались таким образом, что мы накапливаем избыточную массу тела, копим собственный жир, то рассчитывать, что вы будете прислушиваться к интуиции, это значит рассчитывать, что вы будете прислушиваться к этим своим привычкам, которые уже привели к тому, что у вас есть избыточная масса тела. Поэтому, конечно, когда я рассказываю про похудение, я всегда считаю, что мы должны действовать очень интуитивно. Но сначала нужно поправить проблемы, знать, чего точно не надо, изменить свой характер пищевого поведения таким образом, чтобы оно не предполагало накопление жиры. А после этого, пожалуйста, сколько угодно, пусть будет интуиция у вас. Я только за.